В прямом эфире репортера новости в студии. Для вас работает Алексей Майоров. Здравствуйте. В городе запустили семь угольных котельных, обслуживающие детские сады и школы. В ближайшее время начнут работать еще шесть больших и шесть малых котельных. Включение систем теплоснабжения будет проводиться поэтапно. В первую очередь тепло получат медицинские учреждения, а также школы и детсады. Обеспечение теплом жилых и административных зданий на контроле у районных администраций Департамента городского хозяйства. Пока остается открытым вопрос запуска обанкротившейся Одесской ТЭЦ. Однако городские чиновники обещают решить все бюрократические препоны в самое ближайшее время. Стройки на части промзоны научно-исследовательского института «Быть». Такое решение приняли на заседании архитектурно-градостроительного совета. Речь идет о территории в границах улиц Филатова, космонавтов, генерала Петрова и Гайдара. Принятый план включает в себя возведение жилого комплекса из семи зданий высотой от 20 до 24 этажей с подземным паркингом. Там же появится фитнес-центр и двухъярусное сооружение с бассейном, где можно будет проводить соревнования международного уровня. Проект планируют реализовать за 5-7 лет. Сейчас план проходит общественное обсуждение, которое продлится до 6 ноября. Материалы представлены в холле Малиновской районной администрации в электронном виде на сайте Горсовет. Обсуждаемый сегодня деталь план территории затрагивает достаточно депрессивную территорию бывшего научно-исследовательского института. Проектировщикам было предложено, мне кажется, достаточно разумное решение выполнить здесь в будущем застройку жилого комплекса этажностью от 20 до 24 этажей с устройством стелобадной части объектов обслуживания, подземным паркингом. При обсуждении поднимались вопросы инсоляции, противопожарных расстояний, на которые были даны обстоятельные ответы проектировщикам с учетом полученных управлением архитектурой заключений госорганов. 70-летняя пенсионерка после лечения в больнице оказалась фактически на улице. В ее квартиру вселился чужой человек, который сменил замки и отказался пускать женщину. Выяснилось, что всему виной решение суда. Все подробности в сюжете Юлиана Аксенова. Клавдия Семеновна привычно пытается открыть двери собственной квартиры, однако ее ждет разочарование. Ключи не подходят к замкам. Их сменил новый владелец. Знакомая, присматривавшая за котами, пока хозяйка в больнице, говорит, еще неделю назад этого не было. Адвокат женщины говорит, что мужчина проник в квартиру вместе с исполнительной службой, так как получил решение суда на вселение. И прошло оно, когда фактическая хозяйка была в больнице. Через полгода после того, как она сюда заселилась, появляется некто, гражданин по фамилии Вахнина, говорит, вы знаете, я здесь прописан, это первое. Второе, хоть бывшая хозяйка этой квартиры со мной была когда-то в браке, хоть мы разошлись много лет назад, но, тем не менее, эта квартира моя. И суд на основании лжесвидетельских показаний принял решение о том, что ему принадлежит одна вторая. Сама пострадавшая говорит, что неоднократно получала угрозу от мужчины, а несколько недель назад и вовсе подверглась нападению неизвестного. Вечером я шла с магазина, где-то в 7 или начало 8. Ударил меня вот сюда в лицо, в зерни носа. Вы видели, кто это? Нет, я не успела его рассмотреть. Вы выходили из лифта? Нет, я поднималась. Получали ли вы угрозы до этого? До этого, да. Вахнин приходил, мне по домуфону угрожал, чтобы я ему открыла дверь, отпустить его в квартиру. Ты аферистка, залезла в мою спирную квартиру и проживаешь. А эта квартира моя. Внутри никого не оказалось. В соседних квартирах никто не живет. Приняли решение вскрыть замок в присутствии прибывшего наряда полиции. Правоохранителям показали все имеющиеся документы на право собственности и инструмент пошел в дело. Дверь тамбура вскрыли, но со вторым препятствием самой входной дверью пришлось повозиться. Спустя 15 минут владелица, юристы, полицейские внутри. Беглый осмотр результатов не дал. Пенсионерка говорит, что практически все на месте, кроме денег и документов. Шкафы открывались. Это ее личные вещи. В шкафах все перевернуто. Там кто-то рылся. Из того, что на первый взгляд уже увидели, что пропало. Пропало 2000 гривен. И пропали документы от квартиры. Остальное мы пока не трогаем, не смотрим. Мы ждем следственную оперативную группу. Будем снимать отпечатки пальцев и смотреть, что к факту дальше пропало. Юрист уверен, что мужчина поступил незаконно. Более того, он намерен обжаловать действия государственного исполнителя, который, по его мнению, не имел права исполнять решение суда без владелицы квартиры, которая на тот момент была госпитализирована. Потому разрешить этот конфликт сможет исключительно Фемида. Юлиан Аксенов, Юрий Шинкаренко, телеканал «Репортер». В Одессе испанский стрит-арт-художник Мухаммед Альгашам оставил после себя незавершенный мурал на стене жилого дома на улице Приморская. В рамках международного проекта «Одиссариум» художник из Барселоны должен был нарисовать два мурала. Однако за 8 дней пребывания в Одессе дальше эскиза не продвинулся. А после конфликта с руководством проекта вернулся в Испанию. Куратор проекта Елена Орлова прокомментировала репортеру ситуацию. Художник этот, не первого эшелона, он должен был нарисовать музыкальную тему. Мы попросили, да, они никогда не рисуют по заказу. Хочет тюлень, а будет тюлень. Хочет, я не знаю, военные действия, а будут военные действия. Семья, семья. Бабочка, бабочка. Короче, непонятно. И он дорисовал к своей тете нелепой, дорисовал скрипку. Получилась красивая скрипка, но это я ее утвердила. Это на самом деле очень знаковая для города стена, музыкальная академия Салика. Музыкального театра имени Салика. Мы убрали оттуда билборд. То есть там было очень много согласований. И решили рисовать. Все, он рисует день, два, три. Ну, как бы у меня есть опыт уже в этом. И мне даже манфотограф сказал, «Лен, я там каждый день фотографирую, что-то не так». Получается, что он знает, что такую стену художник нарисует за два дня. Идет пятый день, он увеличивать картину начал. Увеличил картину, нам показалось, что там не влезает скрипка. А это была главная просьба, хоть что-то о музыке. Это был его эскиз. Я ему написала, есть тоже переписка. Он написал, «Елена, я нарисую что-то другое, музыкальное, не волнуйтесь, все окей». Тогда оставался один день до отлета, а вот все в таком же получается. Они пили чай, не гуляли. Ну, сиесты вообще. Тут мне позвонили из отеля, сказали, «Ваши гости выехали». Они перестали выходить на сверсть. Скорее всего, мы будем это все перерисовывать заново. Сейчас ведем переговоры с двумя украинскими художниками. И будем рисовать совершенно другой сюжет. Мне очень жаль денег, времени, нервов и того, что он раздул. В окрестностях Черноморска поселились дикие обезьяны. Мартышек то и дело видят в Александровке, Молодежном, Великодолинском и в самом Черноморске. Откуда взялись пришельцы, выяснить пока не удалось. Ни цирк, ни зоопарк не терял животных. Но по одной из версий, живая контрабанда разбежалась из-за ДТП. В руки обезьяны не идут, но люди как могут их подкармливают. Одну мартышку все же удалось поймать и передать в этнопарк. Анна Граденцева продолжит тему. Ее зовут Чита. К людям она до сих пор не привыкла. Увидев чужих, убегает. Почти месяц Читу подкармливали жители дачного кооператива. После десятка попыток мартышку все же удалось поймать и привезти в этнопарк. Нам позвонили соседи соседнего кооператива, сказали, что в гараж забралась маленькая мартышка. Она была в плохом состоянии, плохая была шерстка, показатель не очень хорошего здоровья животного. Как оказалось, это зеленая мартышка, возраст ее примерно был два месяца, еще молочная, скажем так. Мы ее выходили, выкормили. Откуда взялась такая экзотика, остается только гадать. Но за последний месяц в этнопарк звонили десятки раз с просьбой поймать бездомных обезьян со всех окрестностей Черноморска. Скорее всего, что контрабандисты перевозили на автомобиль грузовом, попали в ДТП, клетки разгарметизировались и обезьяны разбежались. Очевидца, опять же, этого нет, все доводы. Но, скажем так, ДТП, слышали, что было ДТП с грузовым автомобилем в районе волны, в районе восхода, район Большой долины. И после этого начали поступать звонки с этих кооперативов. Здесь, рядом с дачным кооперативом, есть лесопосадка, немного похожая на джунгли. По соседству живет Галина. Говорит, при первой встрече в темноте незваная гостя не на шутку ее испугала. Смотрю, сидит какой-то чудовище. Я испугалась, думаю, господи боже, что же это, думаю, вроде бы не куница, вроде бы не лиса. Она сидит, лапки так подняла, такие щечки. А потом женщина начала подкармливать найденыша. И хотя дикое животное, приручить так и не удалось. Своей обезьяне Галина привязалась всей душой. Положила ей еду, думаю, конфеты, печенье. Да, она подошла, так, взяла, посытрела, понюхала, попробовала. Ну, ей понравилось и съела. Виноград потом вложила ей. Ну, ее, конечно, поймать было очень сложно. Жила пристройки. Она не очень любит, она к людям, она меня видела и как-то так агрессивно так... А большая-большая? Нет, она такая маленькая, как... Меньше, чем котенок, серая. Здесь такие у нее серые, такие, эти, бакенбарды, как вроде бы. Такая, ну, она дикая. Но так же загадочно, как и появилась, дикая обезьяна пропала. А вот на Читу она совсем не похожа, говорит Галина. Кстати, эксперты считают, что потерявшаяся стая вполне может прижиться в Одесской области. И даже перезимовать, держась поближе к людям. Но все же они не теряют надежду поймать всех обезьянок и поместить их в нормальные условия. Анна Городенцева, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». В Одессе презентовали национальную стратегию борьбы с нелегальным производством и оборотом табачной продукции. Украинские пограничники, таможенники и правоохранители совместно с международными партнерами и представителями табачной промышленности разработали определенную тактику. Помогала в разработке миссия Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и Украине. Данную стратегию обсудили сегодня на встрече рабочей группы. This international meeting is focused very much around the launch of the anti-illicit tobacco strategy of Ukraine, which was adopted by the government in the summer. Согласно стратегии, в Украине должны ввести уголовную ответственность как за контрабанду сигарет, так и за нелегальное использование такой табачной продукции. Также внедрить систему отслеживания цифровых кодов, которые есть на каждой пачке. Основные направления, вказанной реализации стратегии, это запроваджение криминальной ответственности за незаконное перемещение тютюновых вырубов через митный кордон Украины. Действие контроля за перемещением тютюновой продукции, сырованных и вырубающих материалов через митную территорию Украины. В Одессе прошла конференция Ассоциации женских организаций Одесской области, во время которой разработали локальный план действий для выполнения резолюции Совета безопасности ООН номер 1325. В принятой 17 лет назад резолюции говорится о важной роли женщины в предотвращении и урегулировании конфликта в целях поддержания мира и безопасности. Также резолюция направлена на ликвидацию дискриминации по половому признаку и усиление мер для предотвращения насилия над женщинами. С момента принятия резолюция фактически не работает в Украине. В Ассоциации женских организаций разработали локальный план действий, который в данный момент находится на утверждении у руководства областной администрации. Совместный план национальных действий он уже принят. Он уже есть на 2016-2020 годы. К сожалению, Одесская область немножко отстает, потому что мы сейчас только на стадии утверждения этого плана, то есть у нас 2016 год выпал. Но я очень надеюсь, что до конца года, конечно, этот план будет принят и в Одесской области. Нам бы очень хотелось, чтобы общественность теперь долучилась до, скажем, наступного кроку, это демонстрируется принятие надзвичайно важного программного документа на уровне руководства Одесской областной администрации. И при формировании бюджета на 2018 год, безумовно, будь какая программа, она залишится на папере, если мы не сможем домогтися, чтобы были выделены определенные деньги на реализацию этой программы. Одесса на мировом пьедестале. Спортсмены из клуба «Мангуст» помогли сборной Украине занять второе общекомандное место на чемпионате мира по грэплингу в Баку. Команду на престижных соревнованиях представили пять борцов, результат их выступления – семь наград. Но вот в Одесском аэропорту спортсменов ждал неприятный сюрприз. Все подробности далее. Единственной украинской обладательницей золотой медали на чемпионате мира по грэплингу стала выпускница Одесской юрокадемии Галина Ковальская. На счету воспитанницы Ивана Чертова и Магомеда Магдива еще и бронзовая награда. Вот недавно мы приехали с чемпионата мира по грэплингу в Баку. Вот я выступала в двух разделах – грэплинг-ги и грэплинг-ноу-ги, то есть в кимоно и без кимоно. Без кимоно я заняла третье место, в кимоно я заняла первое место, так как это мне ближе и это все-таки моя борьба. Хотелось бы поблагодарить президента клуба «Мангуст» Магдиева Магомеда за возможность поехать на чемпионат мира и что он развивает и поддерживает спорт и спортсменов. Серебро в категории 54 килограмма выиграл еще один подопечный Магдиева Руфат и Юбов. По две бронзы принесли команде Наталья Фадеева из Авидеополя и Владислав Урсаки. Странания проходили четыре дня. Первые два дня это были юноша и молодежь до 20 лет. Первый день боролись в версии грэплинг, второй день полностью версия грэплинг-ги. Юноша и молодежь у нас завоевали пять медалей. То есть в общей сложности у нас семь медалей у нашего клуба, у Одессы, которые принесли в копилку сборной команды Украины свои очки. И в итоге сборная команда Украины заняла третье командное место по молодежи и второе командное место среди взрослых. Добавим, что перед турниром в Азербайджане спортсмены Мангуста выиграли три медали в составе сборной Украины на чемпионате мира по пляжной борьбе в Турции. Семен Радулов добился золотой награды, Андрей Галета занял второе место, а студент Одесского международного гуманитарного университета Магомед Закариев выиграл бронзу. Команда у нас всегда в борцовском среде, в мире всегда все дружные, все одним делом занимаются. И поехала очень дружная команда, хорошая атмосфера, тренера тоже все делали для того, чтобы мы хорошо выступили, старались, тренировали нас. Спасибо нашему руководству, благодаря которому мы туда попали, все нас респонсировали, все условия нам создали, чтобы мы тренировались. Надеюсь, в дальнейшем мы оправдаем их надежды и будем дальше представлять клуб Мангуста на мировых аренах. Успешные выступления и медали спортсменов в Мангуста на международных турнирах – это гордость Украины. Но успехи и достижения спортсменов омрачил факт, который произошел в Одесскому аэропорту. После возвращения учредителя и президента спортивного клуба Мангуст, президента Одесской областной федерации Панкратиона и тренера Магомеда Магдиева остановили пограничники и хотели обыскать его груз без участия таможенников. В аэропорту был остановлен пограничниками на личный досмотр, как они мне объяснили. На вопрос, почему и на каком основании они меня досматривают, они мне ничего не объясняли, никто не представлялся. Дважды пропустили мой чемодан через аппарат и потом сказали, что нужно досматривать. Причем, когда они мне это объясняли, не было представителя таможенной. Представитель таможенной пришел минут через 20. В этой странной ситуации не обошлось и без таинственного собеседника, который напомнил про события, которые произошли 2 мая текущего года. Тогда они пустили в Одессу на соревнования спортсменов из других стран. Девушка, которая со мной общалась все это время, начальник смены, дала трубку телефона. На проводе был некий Юра, который представился их начальником, который мне напомнил про 2 мая. 2 мая я, как президент федерации грепплинга в Украине, как президент областной федерации Панкратиона и как президент спортивного клуба «Мангус» проводил международный турнир в Одессе, куда не были допущены спортсмены из Белоруссии, также не была допущена команда из России и не была допущена делегация и команда из Киргизии. Пограничники именно их тогда не допустили. Ссылались опять на какие-то письма от правоохранительных органов. Категорического отказа пройти контроль, как это утверждали пограничники, не было. Первое, я хотел, чтобы присутствовал представитель таможни. Второе, я хотел, конечно, все это снимать на камеру, потому что наши службы разные есть. Я переживал за то, чтобы они туда ничего не кинули. Вы хотите проверять, правильно? Я хочу снимать, как вы будете проверять. И у меня есть полная права. Кто будет смотреть? Вы будете смотреть? Присаживайтесь и подходите, смотрите. Никто приставляться не будет. А что это? Вы на службе или нет? Вы снимаете, вы можете не снимать. Вы на службе, правильно? Вы выполняете служебные обязательства. Да, да, да. Вы находитесь в пограничной зоне. Тут нельзя снимать. Пограничная зона там. Тут не пограничная зона. Она там. Режимная зона. Режимная зона после паспортного контроля. Если вы не знаете, я вам объясняю. В итоге, после проведенного досмотра, ничего запрещенного в личных вещах Магомеда Махдиева не было и с извинениями его пропустили. Такое отношение к почетным и заслуженным представителям спортивной общественности вызывает множество вопросов и не делают чести госструктурам. Дмитрий Богомолов, Юлиан Аксенов, Полина Корюк, телеканал Репортер. Ну и на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. Удачи вам и берегите себя.